Со столичным размахом широкие проспекты, разноплановая архитектура и бульвары с различными зонами отдыха и фонтаном. В Самаре обсудили перспективы развития южного города. В микрорайоне есть свой Арбат, полуторакилометровый бульвар, где прогуливаются семейные пары, каких здесь много. Богат южный город и на детские и спортивные площадки. Ежегодно здесь дается 200 тысяч метров жилья, в том числе и эконом-класса для молодых семей. Чтобы здесь появлялись новые и новые дома, чтобы условия проживания людей здесь, в том числе на территориях, которые будут дополнительно застраиваться, были более комфортными, более современными. Здесь есть свой детский сад, школа, спортивный центр, поликлиника и духовно-просветительский центр. Последний находится при храме святителя Николая Чудотворца. Его создание – это совместный благотворительный проект областных властей и русской православной церкви. Здесь занимаются дети от 5 до 18 лет. Секции абсолютно различные, преподают от азов православной культуры до компьютерной грамотности. Посещать центр смогут больше 200 детей. Если с образовательными учреждениями все более-менее понятно, то с рабочими местами сложнее. В микрорайоне проживают почти 12 тысяч человек трудоспособного населения, при этом рабочих мест порядка 4 тысяч. Необходимость интеграции Южного города с транспортной сети в город Самара. Мы понимаем, что мегаполис Самара, столица Самарской губернии, чуть дальше мы покажем, что 90% жителей Южного города – это маятниковое движение – делают на работу в город Самара. Транспортную доступность для жителей Южного города обсудили на межведомственном совещании. Проговорили и иные условия, которые необходимо создать здесь дополнительно для комфорта местных жителей. Впереди еще много переговоров, но одно то, что власти всех уровней собрались для конструктивного диалога, уже обеспечивает микрорайону самые позитивные прогнозы.